Всем привет! И сегодня у меня распаковка одного очень интересного лука. Очень интересного лука. Этот лук называют чуть ли не лучшим луком для новичков. Его очень любят различные американские охотники, инстинктивщики, любители полевой стрельбы, 3D. Он получает очень хвалебные отзывы от различных его владельцев, обзорщиков. Вы можете найти тонну видео в ютубе об этом луке. И вот наконец-то у меня есть такой же. Это Black Hunter Longbow. Дешевый, но неплохой. Скажем, он недорогой. Он не дешевый по качеству. Он недорогой по деньгам, но очень качественный, очень быстрый, очень легкий в освоении лук. И точный. Он очень доступен, потому что он стоит менее 100 долларов. И он очень классно выглядит. Давайте я вам его покажу. Вот он, этот красавец. Это все тот же продавец. Линкбой. Вот здесь приведу сейчас полное название продавца. И приведу название того, как он называет этот лук. Но его называют Black Hunter Longbow. 60 дюймовый, 40 фунтовый, традиционный, длинный лук. При этом он разборный на три части. Сейчас я разберу коробочку, разрежу. И достану его, покажу вам. Это, по всей видимости, райзер. Райзер от моего рекурсивного был упакован точно так же. Но это не обычный райзер. Он с сюрпризом. И сейчас вы увидите с каким. Ну, конечно же, вы понимаете, что этот цвет. Он классного цвета. Лонгбоу плечи. Охренеть. Я уже просто кайфую от того, какие они. Очень изящные. Очень красивые плечи. Начать хочется с того, что это версия Mark II. MK II ее называют. Вы видите, что здесь нет никаких вырезов под углами. Просто прямой угол. Поэтому плечи можно переставлять с правой ручки под праворучного стрелка на ручку под леворучного стрелка. Прямые углы. Сверху, снизу. На праворучную, леворучную. Можно их менять. Эти ручки. Они как бы идентичны, симметричны. Она очень имеет такой трапецию кверху. Она легкая. Это плечо. Но должен сказать, что покрытие не очень качественное. Как будто он лежал среди каких-то тряпок. Как будто есть такая легкая шероховатость. Как будто не идеально глянцевая такая поверхность. Ну, она не глянцевая, она такая скорее матовая. И материал. Да, бамбук. Но центральная древесина темнее, чем в моем рекурсивном луке. Будет ли вам видно на камеру. В общем, сверху и снизу желтенькая. Это бамбук. Его легко узнать по пористой структуре. А в центре это что-то такое темное. Какая-то другая древесина. Возможно, клён. И видите, вот темная древесина. Сверху и снизу бамбук. Здесь они встречаются. И дальше идет две ламельки из бамбука. И они имеют такое сужение, 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 сужение по всей длине. То есть по своей толщине. Они сужаются к зарубкам, концовичкам. Концевички тоже очень аккуратные. Здесь, правда, не сглажено. Здесь такой прям порожек оставили. Ну, я думаю, что это не проблема. И вы посмотрите, какие они тоненькие, эти плечи. В самом конце. Охренеть! Они такие легкие. И имеют вот такую небольшую рекурсивность по всей длине плеча. Это у меня нижнее плечо. На нем написано 40 фунтов на 28 дюймов. И какая-то китайская надпись. Потом я эту китайскую надпись переведу. Второе плечо. Отверстие под болт. Отверстие под направляющую. Вот таких два плеча. Сделаны хорошо. Не придраться. Нигде ни сколов, ни царапин, ни трещин. Хорошо. Сделаны классно. И по похожести друг на друга я бы сказал, что они идентичны. Ну, конечно, одно из них нижнее с подписью, другое из них верхнее без подписи. Нижнее, по идее, должно быть чуть-чуть сильнее. Это я, конечно же, потом проверю на луке в собранном виде. Еще в комплекте у нас такой вот пакетик ключик под плечи. Шестигранник. Тетива. Бесконечная петля. Не могу сказать, какой материал. Но хотя бы вощеный. Это уже приятно. И такой небольшой кусочек шерсти на липкой основе. Приятно. Но я не буду им пользоваться. Я буду использовать велкро. Липучку. И, собственно, это все очень простой и дешевый набор. Чем отличается линкбой? Они продают его действительно дешево. Мне этот лук обошелся что-то около 87 или 90 долларов здесь приведу точную цену. А Black Hunter Recurve от них же мне обошелся в 98 долларов. Это очень дешево. Как видите, здесь минимальный набор. Ничего здесь дополнительного сверхъестественного нет. И, конечно же, линкбой экономят на доставке. На упаковке. Эта коробка тоже немножко помята, но не так страшно помята, как была помята коробка, в которую мне пришел Black Hunter Recurve. Там был просто кошмар. Вы можете увидеть это, кстати, на моем канале в видео. Вот здесь сверху будет подсказка. Ну что ж, давайте к самому вкусному. Это Райзер. Сейчас вы увидите сюрприз. это такой кисло-синий цвет. Он довольно-таки увесистый. Честно сказать, первое впечатление немножко я сконфужен, потому что на фотках этот синий смотрелся поприятнее, что ли. Он был не таким кислым. Я даже сразу испугался, подумал, что может быть мне прислали зеленый, а не синий. Но все-таки это синий. И вот такой вот он этот Black Hunter MK2. Собственно, я так понимаю, что это должна быть точно такая же ручка, как у меня уже есть. Они должны быть идентичны. Mark2 с прямыми вот здесь углами, нет здесь никаких срезов. Болтики здесь уже, как видите, вкручены. Опять же, попались черные, как и на моем рекурве. Это хорошо, они не будут выделяться на плечах. Здесь поклеен такой велюровый материал, куда укладываются плечи. Пины направляющие, которые защелкиваются, вставляются в плечи. Надпись Black Hunter. Очень чувствуется, что увесистая рукоять. И по ощущениям я скажу, что один в один с рукоятью от моего Black Hunter Recurve. Только, конечно же, здесь охренеть fancy-pansy модный стилявый кисло-синий такой цвет. Крутяк. С таким луком точно будешь выделяться в толпе. приятно лежит в руке. У нее есть баланс. У нее есть у полочки видите радиус и точка упора, куда я упираюсь рукой, она чуть-чуть позади от максимально высокой точки вот этого уклона, куда укладывается стрела. Когда вот эта самая глубокая точка райзера, куда упирается рука, совпадает по высоте с самой высокой точкой, получается, как говорят, самая высокая точность стрельбы из лука. Здесь это почти соблюдено и отбойник, боковая стенка, она тоже имеет радиус. Я так вот смотрю, что здесь видна такая грубая обработка, по всей видимости машинная обработка, но оно потом типа все зачищено наждачечкой и покрыто лаком. Ну, такие канавки как будто бы видны на радиусе. Не знаю, будет ли вам видно это на камеру, это нужно, чтобы еще удачно свет упал. Но это не страшно, потому что сюда все равно будет наклеиваться велкро. Как видите, здесь нет никаких резьб под плунжер, под полочку, там пружинную механическую, какую бы то ни было еще. Сюда сложно наклеить пластиковую полочку, потому что здесь радиус не плоскость, а именно закругленная вот эта отбойник, боковая стенка. Никаких сюда не повесишь демпферов, прицелов, то есть это чисто инстинктивный лук. Сюда наклеиваешь велкро, либо мех, либо кожу, и укладываешь стрелы сюда и стреляешь. Ну что ж, пожалуй, я установлю сейчас на него плечи и натяну тетиву и покажу вам его в снаряженном виде. Но данное видео будет просто распаковкой, первым впечатлением. Впечатление позитивное, я сразу скажу, все красивенько сделано, он очень дорого выглядит, он не выглядит на 87 или на 90 долларов, очень все красиво, очень все качественно выглядит. Эта вещь должна стоить гораздо дороже. Я скажу, что китайцы молодцы, они действительно поставили на поток очень качественное изделие. Этот лук очень похож на Джонг Синг F172, если я не ошибаюсь, либо F171, по-моему F171 это рекурсивный, а F172 это лонг боу. Может быть корни вот этого Black Hunter пошли от F171 F172 Джонг Синга, может быть это они делают просто так брендуют Black Hunter и они разошлись по всему миру, как их только не называют, под какими только брендами их не продают, они очень популярны в Америке, потому что лук ценой до 100 долларов купить на Амазоне в Америке и ходить с ним на охоту, а с ними реально ходят на охоту, с ними реально участвуют в 3D и показывают очень хорошие результаты, поэтому их очень хвалят, их очень любят американцы, эти луки. неожиданцы, неожиданцы, в общем то вот я поставил на него плечи есть такая же болезнь как и на моем рекурве что видно что ручки делаются отдельно плечи делаются отдельно не подгоняться все идеально друг под дружку вот здесь плечо чуть-чуть выпирает чуть-чуть она больше чем посадочное место на райзере в принципе и снизу и сверху просто в разной степени эта болезнь проявляется и здесь если водить сбоку пальцем то чувствуется что тут плечо чуть-чуть выпирает тут наоборот плечо чуть-чуть погружена вглубь райзер выпирает наружу а с этой стороны наоборот но собственно это не сильно критично кому принципиально тут может себя отполировать сделать идеально как делали ребята из grid planes вот такой красавец чем этот лук так полюбился многим американцам это же лонг боу он же вроде бы медленнее чем рекурсив но у него есть свои плюсы свой кайф во первых вот это вот сужение плеч посмотрите как они сужаются у рекурсива у рекурсива не так у рекурсива они идут практически все время одной 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 ширины и даже там где рекурсивной части только в самом конце они как лыжи быстро сужаются здесь по всей длине плеча идет такой тейпер сужение это облегчает плечо и она но собственно весит меньше по весу и она за счет вот этого сужения работает быстрее на концах она все равно не быстрее чем рекурсив но тем не менее она быстрее чем если бы она была сплошной ширины таким образом это плечо она комбинирует в себе плавность как говорят легкость стрельбы длинного лука но пытается претендовать на скорость рекурсивного лука и в самом деле эти луки например рекурсивный если взять такого же фунтажа 40 фунтов то примерно там какой-то там стрелой он будет выдавать 177 футов в секунду 177 фпс когда в то время как тоже 40 фунтовый лонгбоу той же стрелой будет выдавать например 175 на 2-3 фута в секунду меньше в масштабе 175 футов в секунду они чуть чуть медленнее своих рекурсивных братьев при этом они весят меньше если рекурсивный лук весит около килограмма килограмма 100 то вот этот красавчик будет весить около 800 грамм 800 900 то есть на 200 грамм где-то меньше и он плавнее в то время как рекурсивные луки они резкие они дерзкие они брыкаются они могут давать хендшок у них тетива ударяется по плечам создает звук этих всех недостатков полностью лишён лонгбоу он плавный можем так сказать мягкий не дергается не брекается покладистый не шумит ударами тетивы по плечам то есть он такой изящный мягкий простой в обращении при этом он не уступает практически по скорости своим рекурсивным братьям и он легче где-то около 800 либо 900 грамм вот за что он так полюбился многим американским лучником честно сказать я сам был в шоке когда узнавал про эти руки и видел что их так хвалят так хвалят многие обзорщики на ютубе он был блэк хантер он был он был я не могу понять а в чем дело вот в чем дело в их великолепных характеристиках я думал что рекурсивный лук правит баллом но нет все таки есть классные длинные луки как-то очень неуверенно лежит тетива на зарубках из-за того что законцовки очень узенькие и зарубки не сильно глубокие а петельки довольно таки широкие длинные то так и норовит выскочить тетива из этих зарубок и как будто бы углы немножко неправильно сделан смотрите я вам покажу вот как сделан угол зарубки такой резкий а тетива под более пологим углом то есть здесь хочется сточить вот этот вот угол чтобы дать тетиве не изгибаться в этом месте а продолжаться естественным образом ну как то что то как то такое вот первое мое замечание собственно вот он black hunter long bow во всей красе надеюсь что вам здесь видно он очень красив он превращается в трехугольный лук как берпо с листик в ненатянутом состоянии они представляют из себя такие рефлекс дефлекс конструкции но когда их натягиваешь они превращаются в трехугольнички как же это сексуально я не специалист по лукам но я вижу нюансы как будто бы у плеч не идеально убрать и бока есть небольшие выступы там где не надо вот по крайней мере вот в этом верхнем плече я вот здесь вижу как будто лишний немного материал собственно это показывали в своем видео ребята из great planes когда они дорабатывали black hunter кстати пройдите к ним на канал и посмотрите это видео про доработку black hunter очень толково очень интересно собственно у него небольшой преднотяг вот здесь мягенько поменьше чем рекурсива рекурсива преднотяг больше ну сейчас я попробую что ли его вытянуть ухо пожалуй надену перчатку то голыми пальцами как-то не очень все таки сетива режет пальцы собственно он тянется как-то так интересно равномерно мягко по всей длине нет у него каких-то горбов либо спадов очень так равномерно вытягивается я никогда не вытягивал длинные луки это мой первый опыт после рекурсива да чувствуется разница у рекурсива на его кривой натяжение есть такой горб поэтому он набирает 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 сопротивление по мере вытяга а потом как будто перестает его набирать этот горб сглаживается здесь он чувствуется что он мощный но у него как-то равномерненько по всей длине вытяга собственно вот такой он этот black hunter 40 фунтовый long bow традиционный охотничий можно сказать длинный лук тянется он интересно отлично от рекурсивного у рекурсивного его кривое натяжение есть такая небольшая горочка горбик он дает больше 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 сопротивления в конце чуть-чуть сдается расслабляется у этого же вытек равномерный по всей длине скорее всего если снять его кривую она будет больше похоже на прямую наклонную линию может быть с небольшим горбиком за счет вот этой небольшой рефлексивной части рефлекс дефлекс у него собственно вот такой он этот лук мое первое впечатление о нем классный он красивый и завтра я надеюсь из него пострелять и сравнить его со своим рекурсивным black hunter вот мой black hunter который пришел с рекурсивными кричами и вот black hunter который пришел с прямыми они очень похожи друг на друга да я вижу разницу небольшую в размерах некоторых плоскостей некоторых изгибов элементов обработки но они очень и очень похожи очень очень похожи практически один в один но все таки есть небольшие различия и вот из них двоих я завтра попробую пострелять и сравнить что получится на этот рекурсивный можно ставить вот эти длинные плечи от этого лонгбол на него на этот лонгбол синюю рукоятку можно ставить рекурсивные плечи вот этого рекурсивного black hunter оно все взаимозаменяемо так что для выхода в лес здесь серый непримечательный лук максимальный камуфляж для выхода на публику я думаю на солнце он будет смотреться еще более ярко еще более красиво кричащая кисло-синяя ядовитая окраска чтобы понтоваться перед всеми то вот этот синий парад на выходной скажем так постреляю тут уже скорее будут разницу давать плечи из моего рекурсива из лонгбол и сравню их вот я показываю вам разницу с рекурсивным плечом видите насколько различаются у них изгибы и посмотрите насколько у них отличается ширина лонгбол сужается очень сильно рекурсивные медленно медленно нехотя и в конце изгибу своему все таки сужается вот такие они и похожие и в то же время разные луки ну что ж на этом наверное все буду заканчивать это такое я хотел чтобы оно получилось кратким но наверное оно все таки получится длинным первое впечатление об этом луке распаковка представление его вам так что надеюсь вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые ролики и увидимся я так понимаю на следующем видео где я сделаю обзор на этот лонгбоу и на свой рекурсивный black hunter так что до скорых встреч на моем канале спасибо вам за просмотр и пока в следующей раз увидите как что вот сегодня у в